Для Приморья Лайон-Рок стал самой разрушительной стихией за последние четверть века. Тайфуны двухтысячных, Гони, Балавин и все остальные тоже принесли краю немало проблем. Но ни один из них не сравнится по тяжести последствий с наводнением минувшей осени. За три месяца, прошедших после тайфуна, краевым властям пришлось проделать колоссальный объем работы. С таким масштабом восстановления мостов и дорог, ремонта затопленных жилых домов и выплат компенсаций пострадавшим гражданам Приморья еще не сталкивалась. Сегодня основная часть этих задач уже решена, сделана главное, закрыли наиболее сложные вопросы к зиме. Но впереди еще много работы. Федеральный центр прекрасно осведомлен о размерах бедствия. И Приморью отвели срок на ликвидацию разрушений до осени 2017-го. Чугуевский район, как Шаровка. Таких домов, как этот, добрая половина села. В начале сентября все они были затоплены по окна. Как и единственный в Кокшаровке детский сад. Протяни с ремонтом хоть немного, и в зиму местная детвора могла остаться без присмотра воспитателей. Здесь переделывали все, потому что он был очень сильно поврежден водой, он был полностью затоплен, поэтому здесь меняли полы, стены, потолки и так далее. Но вы сами видите, что садик, по сути, новый, и детишкам здесь будет, конечно, сейчас хорошо. А в какой срок все было сделано? Ну, все это было сделано, ну, буквально полуторамесячный срок. Очень быстро. Ну, то есть вы довольны? Я доволен. Ну, самое главное, чтобы дети и родители были довольны. В Чугуевском районе на сегодняшний день все пострадавшие от стихии жители получили компенсационные выплаты. В работе остались лишь те заявления, по которым требуется решение суда. Продолжается и восстановление полотна на местных дорогах. Даже по самым пессимистичным прогнозам оно завершится до конца декабря. В поселке Светлое Тернейского района меньше поводов для радости, больше проблем. И это неудивительно. Светлое сильнее всех остальных населенных пунктов в Приморье пострадало от тайфуна. Да и отдаленность этой территории сказывается на скорости доставки сюда строительных материалов. Губернаторы обступили прямо на посадочной вертолетной площадке. Местные переживают за будущее своего поселка. Хотят точно знать, когда восстановят привычную инфраструктуру. В этой школе заменили полы, отремонтировали фасад и протекавшую кровлю. Побелили и покрасили классы. Установили новые двери и окна. Благоустроили территорию. Фото на память и разговоры о наступающем празднике немного разбавили деловой тон встречи. Губернатор доставил в Светлую новогодние подарки, украшения и костюмы. Деда Мороза, каковы, каковы, вот будет глава Деда Мороза. Ты понял сегодня? В Светлой предстоит сделать многое. В том числе приложить все усилия к расчистке, углублению и спрямлению русел рек. Весна грозит бурными таллами водами. Губернатор указал на это местному главе. На устранение недоработок дал недельный срок. Практически во всех пострадавших районах расчистка русел рек идет в штатном режиме. То есть она еще не везде закончена, эта работа, но тем не менее она идет. В Светлой она практически не начиналась. Поэтому это меня, конечно, очень беспокоит. И вот почему я и сказал, что будет создана оперативная группа, которая на месте будет руководить этой ситуацией. Уже на этой неделе два десятка специалистов по делам ГО и ЧС должны отправиться на север Тернейского района, чтобы возглавить работу по дальнейшему восстановлению поселка. Отдельная тема – дрова. Светлая оказалась в числе нескольких десятков приморских сел, куда централизованно доставили 3,5 тысячи кубометров дров. В списке районов – Дальнереченский, Чугуевский, Ольгинский, Тернейский и Кавалеровский. Топливо раздают бесплатно. В первую очередь пенсионерам и одиноким жителям. Многие подтопленцы решились на смелые шаги. Например, семья Владимира и Марии Куцак не ограничилась ремонтом, а перед зимой начала строить новый дом. Вот так воды было. Это все было в воде. Владимир Куцак обычным гвоздем показывает отметку на заборе. Он и не помнит, чтобы вода в пригороде Дальнереченска поднималась так высоко. Куры на крыше были. Вот такое. И ни один цыпленок не утонул. Только уже когда наводнение кончилось, внизу тут доски были у меня раньше. В ведре утонул. Пенсионеры подали заявление о потере жилья. Компенсацию получили в полном объеме. И решили возводить новый дом возле старого. Место пенсионерам нравится. Уезжать отсюда они не собираются. В стройке учли все возможные риски. Сама изба выше. Да и комфортные условия будут для всех. Ну пристроим там что-нибудь сверху, чтобы дети, внуки отдыхали. Мы же раньше отдыхали, а на чердаки залазили, ночевали. Так и они будут залазить ночевать. Всего в Дальнереченском городском округе от тайфуна пострадало более трех тысяч семей. Большинству уже выплачены компенсации. Финансирование идет из нескольких источников. Федерального, краевого и районного бюджетов. При этом еще не все пришли за деньгами. Это четыре студента, которые в различных вузах проходят обучение. И они в декабре, мы ожидаем, приедут на каникулы. Два моряка, которые находятся на службе в море. И только в марте они вернутся в родное Приморье. Похожая ситуация и на всех других территориях Приморья. Жизнь в затопленных районах входит в привычное русло. И зима после потопа такой страшной уже не выглядит.